Почему вот эта радиостанция сейчас включена, но не шумит? Не потому что отсутствует сигнал какой-то, а потому что в ней есть шумоподавитель. Если его выключить, то она будет шуметь вот так вот. Это шумы работающего приемника. Да, в УКВ радиостанциях последние лет 50 уже во всех есть шумоподавитель. Это очень удобно, позволяет оператору не слушать шумы, не утомляться от этих шумов, и эти шумы не мешают слышать нам какие-то звуки окружающей обстановки. Но, к сожалению, в кратковолновой радиосвязи так сделать нельзя, так как шумоподавитель срабатывает при появлении несущей, а в кратковолновой радиосвязи применяется однополосная модуляция, в которой вообще нет несущей. Поэтому сделать шумоподавитель нельзя. Так как же быть в кратковолновой радиосвязи, чтобы оператор не слушал постоянно шумы, не утомлялся, и чтобы эти шумы не мешали ему заниматься каким-то другим делом, когда он находится в дежурном приеме. Да, некоторые производители пытаются сделать шумоподавитель в кратковолновых радиостанциях, либо шумоподавитель срабатывающий по уровню сигнала, который будет срабатывать от любых вообще помех, от грозовых разрядов, от каких-то других сигналов, от всего что есть на частоте, он будет срабатывать. Это неудобно, на самом деле пользоваться практически невозможно. Другие производители пытаются сделать шумоподавитель в кратковолновых радиостанциях на основе анализа низкочастотного сигнала, программного обнаружения речи в этом сигнале. Работает тоже не очень хорошо, так как однозначно определить речь это или не речь невозможно. Во-первых, во-вторых, часто бывает, что какой-то сигнал кратковолновый расположен на один килогерц на полтора сбоку, и это тоже речевой сигнал. И такой шумоподавитель от него срабатывает, хотя речь смещенную на килогерц или на два разобрать практически невозможно. Будет просто пищать все, ничего не понятно, но шумоподавитель открылся. Например, так бывает в радиостанциях МОТОРОЛА МИКОМ, про которую я вам рассказывал. Но существует еще один способ, это селективный вызов. Селективный вызов позволяет нам не слушать эфир коротковолновый оператору, дежурящему на приемной кВ радиостанции, позволяет не слышать постоянно шумы эфира, побочные какие-то ненужные сигналы, помехи, другие речевые сигналы, которые нам не адресованы, пока радиостанция не примет некий сигнал вызова. Это может быть цифровой или какой-то тональный сигнал. И вот часто производители делают разные совершенно системы селективного вызова, несовместимые между собой. С одной стороны это неудобно, но с другой стороны так уже сложилось, так уж есть. Например, в радиостанции QMAC, о которой я вам рассказывал, есть система селективного вызова, в которой передается цифровая посылка, достаточно длинная в эфир. И приемная сторона должна полностью эту цифровую посылку принять и демодулировать, декодировать. В ней содержится в том числе номер абонента. Если он совпадает с установленным в радиостанции, тогда уже включается звук приемника, включается громкоговоритель, и мы слышим то, что там происходит в эфире, нас могут вызвать уже голосовым каким-то вызовом. Это хороший способ такой с цифровой посылкой, но он мало пробивной, так скажем, не сильно помехозащищенный, так как должно быть достаточно большое соотношение сигнал-шум, чтобы такая цифровая посылка прошла, чтобы она принялась без искажений, чтобы она принялась полностью, чтобы приемник ее мог демодулировать и так скажем опознать. А я вам хочу рассказать о системе селективного вызова для кратковолновых радиостанций, которую разработал я сам. Она тоже ни с чем не совместима, но она очень пробивная. Сигналы вызова в этой системе проходит при очень низком соотношении сигнал-шума, потому что основана она на тональных посылках. Разработал я эту систему специально для фирмы Радиал. Сейчас у меня здесь есть две радиостанции производства фирмы Радиал. Это Долина стационарная КВ радиостанция и носимая переносная КВ радиостанция карта. Про карту я вам рассказывал в отдельном видео и вообще показывал, как она работает уже неоднократно. И вот я доработал эти радиостанции, в Долину установил модуль, который является приемником, декодером селективного вызова, а в карту установил, так скажем, передатчик или генератор селективного вызова. Сейчас я вам это расскажу. Достаточно интересная получилась система. Может быть кому-то где-то это пригодится. Сначала покажу вам, как все это работает, а потом покажу, как это изнутри выглядит. Итак, вот радиостанция Долина. Она сейчас включена. К ней подключена антенна в городе, в крупном здании, где много-много разных помех. Поэтому S-метр вот такой вот показывает больше чем пол шкалы. Уровень шума, уровень помех. Вот этот шум слышно таким образом. Если прибавить громкость, звучит очень громко. Вот эта небольшая кнопка это включение селективного вызова. Именно эту кнопку я сюда и поставил. От нее контакты идут к микроконтроллеру. То есть сейчас, если я включил селективный вызов, мы шумов никаких не слышим. Радиостанция стационарная ждет получения селективного вызова. А вот такая вот переносная радиостанция карта может этот селективный вызов передать. К ней вместо антенны у меня подключен кусок кабеля с припаянной к нему лампочкой. Эффективность излучения такой антенной лампочки на частоте 3,7 МГц очень-очень низкая. Поэтому даже несмотря на то, что радиостанция рядом, вот эта вот долина будет принимать сигнал карты очень слабо радиостанции карты. Потому что к ней подключена антенна со всеми шумами городскими с огромным уровнем. И на фоне этих шумов слабенько будет проходить сигнал селективного вызова. На стационарной радиостанции на передней панели места много. И конечно я нашел место для того, чтобы установить сюда еще одну кнопку и светодиод, индицирующий включение селективного вызова. А вот на переносной радиостанции места на передней панели нет совсем. И какую-то кнопку дополнительную разместить мне здесь было негде. Можно было бы эту кнопку включения селективного вызова разместить на тангенте, но к сожалению к тангенте используется четырехконтактный разъем, на котором все четыре контакта заняты. Один контакт это корпус, один микрофон, еще один контакт это громкоговоритель и четвертый контакт это кнопка включения передачи PTT. Соответственно ни одного свободного контакта нет. Кнопку включения селективного вызова поставить некуда. Я вышел из положения следующим образом. При включении радиостанции включаем питание. Она включилась. Если после этого три раза коротко нажать передачу, то включает селективный вызов. Вот так вот горит лампочка от выходной мощности этой 5-ваттной радиостанции. Вот так вот в радиостанции долина сейчас открылся, можно сказать, шумоподавитель, то есть был принят сигнал селективного вызова и включился у нас звук. Звуковой прием, слышно шумы эфира. Вот так вот слышно даже слабенький сигнал с радиостанции карта, который вместо антенны работает на лампочку. В программе в микроконтроллере установлено сейчас время 20 секунд, в течение которого слышно эфир. Вот за эти 20 секунд нужно было передать голосовой какой-то вызов, кто кого вызывает. Через 20 секунд звук опять выключился. Конечно можно это время сделать не 20 секунд, а 30 или все сколько угодно, но я сделал 20. В любом случае оператор, если захочет, может нажать кнопочку, отключить селективный вызов и дальше слушать продолжительное время эфира. Вот таким вот образом работает селективный вызов. Я сделал, что существует несколько номеров этого селективного вызова, несколько вариантов тонов, несколько кодов селективного вызова и выбираются они следующим образом. В радиостанции карта установлен микроконтроллер, как вы догадались, дополнительный, который и формирует сигнал селективного вызова. Я выбрал микроконтроллер достаточно мощный, так скажем ESP8266 можно было поставить что-то попроще, но почему я такой контроллер выбрал, потому что чтобы выбирать номер селективного вызова тоже нет никаких органов управления, ни кнопок, ничего. Я сделал этот выбор голосовым. Если при включении радиостанции нажать кнопочку передачи не три раза, а пять, то происходит заход, так скажем, в меню выбора селективного вызова. Нажимаем 1, 2, 3, 4, 5. Выбран третий номер. Можно сейчас выбрать какой-то другой. 5, 6 раз нажал. 5 я раз нажал. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот какой мы выбрали, такой уже сохраняется в памяти в настройках микроконтроллера. Сейчас, соответственно, если я передам селективный вызов с номером 7, а в долине установлен номер 3, то сигнал не пройдет, селективный вызов не сработает. Давайте проверим. Сейчас другие тонны будут передаваться и соответственно уже декодер этого селективного вызова не сработает в радиостанции. Долина не срабатывает. Переставляем снова на третий, как и в долине 1, 2, 3, 4, 5, вход в меню. Селективный вызов. Выбран седьмой. 1, 2, 3. Выбран третий. Записали, что выбран третий. Выключаем, включаем. И три раза нажимаем, чтобы активировать передачу селективного вызова. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка связи. Вот, соответственно, сработал селективный вызов в стационарной радиостанции. Вот такая система. Именно поэтому я и выбрал ESP8266, потому что в какой-то более простенький контроллер не убирается. Речевая вот такая вот система с речевым меню, с разными сообщениями голосовыми, которую я кстати говоря сделал голосом Марины. И по-моему звучит очень неплохо. А вот в радиостанции Долина я поставил более простой контроллер. Давайте сейчас посмотрим, как все это выглядит. Она у меня сейчас находится в разобранном состоянии. Нет нижней крышки, в результате чего доступен весь монтаж внутри корпуса радиостанции. В оригинальной конструкции радиостанции достаточно большая печатная плата, которая занимает практически все внутреннее пространство в корпусе. На этой плате находится и прием передатчик, и все управление, в том числе усилитель мощности. Эта радиостанция достаточно мощная 60 или 80 ватт. И я установил небольшую плату на заднюю панель, где находится у меня контроллер на плате Arduino Nano. Он работает декодером селективного вызова. На него подается аналоговый сигнал с выхода приемника. И он уже этот аналоговый сигнал обрабатывает. Сначала его раскладывает спектр, смотрит какие есть спектральные составляющие. Естественно никакая частота тон сигнала не измеряется как в частотомере, а сначала обрабатывается спектр, раскладывается в спектр низкочастотный сигнал. И я смотрю какие есть составляющие в этом спектре. То есть должна быть одна единственная составляющая, основная. Ее превосходство над уровнем остальных всех сигналов в спектре должно быть определенного значения. Тогда только это считается, что это нужный тон. Поэтому ложных срабатываний от речевых сигналов, от каких-то помех практически нет. И этот контроллер вынужден быть включен постоянно, так как он постоянно должен анализировать сигнал. Потребляет он несколько десятков миллиампер. В общем-то это неплохо для стационарной радиостанции. А вот вносимой радиостанции пришлось сделать отключение этого контроллера. Он ждет действий пользователя, нажатия вот этой вот кнопки ПТТ, три раза для активации сигнала или пять раз для входа в меню. Ждет 30 секунд после включения питания радиостанции. Если в течение 30 секунд пользователь ничего не сделал или просто нажал кнопку передачи и стал что-то говорить, то микроконтроллер переходит в режим глубокого сна и практически перестает потреблять. У него потребление становятся микроамперы и уже он у нас не работает. То есть если надо передать селективный вызов, то нужно выключить питание, включить и в течение 30 секунд нажать три раза кнопку ПТТ. Вот такая у меня получилась система. Мне просто показалось это достаточно интересным все. Я решил вам об этом рассказать, потому что интересен и сам вариант селективного вызова с тон сигналами, который очень очень помехоустойчивый, очень очень пробивной. Мне показалось интересно, я сделал управление на переносной радиостанции этим самым селективным вызовом через голосовое меню и через кнопочку ПТТ, которую надо несколько раз нажимать. А вот в стационарной радиостанции я поставил просто дипсвич, на котором нужно выбрать номер селективного вызова. Сейчас он тоже выбран там третий в двоичном коде, можно выбрать какой-то другой. Что касается самих этих радиостанций, то я их не произвожу, не продаю. И ко мне по поводу них обращаться не надо. Этим занимается фирма Радиал. Пожалуйста, пишите, звоните туда. А я вам хотел просто рассказать об интересной конструкции, об интересной разработке этого селективного вызова, который я сделал. И мне показалось, что многим может быть это будет интересно узнать о том, как я это сделал, просто об интересных решениях реализации такой задачи. На этом пока все. Спасибо, что смотрели это видео. Смотрите также другие мои видео, подписывайтесь на канал. Напоминаю, что теперь еще у меня есть канал или страница на сайте Бусти, где я публикую дополнительные какие-то интересные материалы. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто уже подписался на Бусти. Вы очень сильно помогаете существованию канала, очень сильно помогаете работе над созданиями новых видео, так как эта работа занимает очень-очень много времени. помимо съемки это видеомонтаж и работаю не только я один над этим. И поэтому без вашей поддержки это практически все невозможно. Огромное спасибо тем, кто подписался на сайте Бусти на мою страницу. Ну а на этом пока все. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok